так 5 сентября 2013 год опять же ловим международную космическую станцию знаешь каким методом я пошел не отслеживаю сейчас увлечение никанкул пикс пи 1000 не максимально но я вот навелся на звезду известную сейчас больше сейчас уже и жду через несколько секунд должно правее выше пролететь мкс то есть хотя бы чтобы он в кадре мелькнул спутник или она международная космическая станция вот она подлетает сейчас проверим насколько где-то по центру кадра я так приблизительно считаю нужно промелькнуть если нет то просто буду она полетела отлично хорошо можно потом на стоп-кадре будет посмотреть а сейчас мы iso 800 выдержка 1.30 уменьшая выдержку мы сильно пересвечено то есть понятная идея теперь я смотрю по старлинку какой момент времени мимо какой звезды то есть и 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 Вот подальность кадра, зараза. Ну хорошо. Вряд ли уже мы ее тут поймаем. Не очень у нас чистое небо. Ну давай наведемся на Луну. Вот это ниже, это Юпитер тоже кстати. Уменьшаю выдержку. Уменьшаю. 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 Наведемся на Терминатор. Сейчас, сейчас, сейчас еще потерпите. О! Наверное вот так, да? Лучше всего резкость. Кратер с пиптыком. Луна практически в зените. Штатив я на максимум поставил, вытащил. Поэтому трясется от малейшего колебания. Даже по-моему от звуков моего голоса. Да, вот видишь, я шагнул и уже как-то. Так, ну хорошо, много времени занимать не будем. Давай сейчас наведемся на Венеру. Сейчас, одну секунду, опущу штатив. Чтобы не дрожало все так мрачно. Вот там Венера. Уже видно, да? Наверное, что рассвет. Это Запорожская область. Да, надо показывать в одном кадре Венеру и Луну. Дабы не было, не создавалось иллюзии, что вот это Луна серп. Сорян. Стою на пахоте. Поэтому... Итак, ISO у нас 800. На Nikon я не нашел возможности менять ISO во время съемок. Утопил ножку статива в грунт и за счет этого навелся. вон так вот. Сейчас буду уменьшать выдержку, чтобы засветку снять. Да что ж такое. Так, вот у нас Венера. 1,30 выдержка. Меняю выдержку. Это фокус. Вон какой красивый серпик. Да, видишь даже, когда штатив опущен. До Венеры сейчас 50 миллионов километров. Это очень мало. То есть 260 максимум, расстояние бывает. Несмотря даже на то, что такое... Ну, получается как. То есть Земля третья планета от Солнца. Венера вторая после Меркурия. То есть сейчас мы смотрим практически на рассвет. И между Солнцем и Землей находится Венера. Вот она красавица наша. Она очень большая планета. Она практически по диаметру 12 тысяч километров. Практически как Земля. Около 13 тысяч, да. То есть я когда Марс наводился, он был в противостоянии около 60 миллионов километров. Но Марс гораздо мельче. Там, по-моему, 6 тысяч. Так, ладно. Давай наведёмся ещё раз на Луну. Она у нас самая красивая. Это была 1 тысяча выдержка. 1 на 160. 1 на 60. А где наш... А, вот наш Юпитер. На Юпитер. Ооо. Смотри как... Ооо. Раза 3-4. Все четыре галилеевых спутника видны. Ну вот тебе на. Лучшая выдержка. Вот тебе и кваториальная полоса. Ха. Так это я через дымку облаков снимаю. Представьте. Надо же. Ну куда же избежали, ёханый баба. Так всё было красиво и замечательно. У-у-у! У-у. У-у-у! У-у-у! Да, ну а что ты сделал с таким увлечением? Любое касание Не, ну ребят, через облака снимай, серьезно Там дымка облаков Это то я вижу Ладно, могу издеваться над собой И над вами Все Так, 5 сентября 2023 год, Запорожская область Да, ну это чисто символически, потому что Область